Приветствую вас, аноним. Ну, смотрите, во-первых, если вы решаете в силу ряда причин работать удаленно, то я полагаю, нужно взвесить все за и против. Если раньше за вами была замечена такая экстраверсивная черта, как необходимость быть среди людей, и если за вами было замечено, что вы, условно, лучше себя чувствуете в живом общении, чем вне его, то, наверное, решать работать удаленно не лучший вариант. Это первое. Начинать делать то, что, в общем-то, не очень подходит вам по конституции личности, такая себе затея. Это первое. Второе. Конечно, вы можете ощущать себя выброшенной, ощущать себя, как бы, ну, уобученной, ощущать себя в определенной депривации. Это правда. Вот. И опять же, опять же, здесь момент такой. Почему вам вообще такая мысль в голову пришла? Ну, то есть, вы, ну да, это может случиться, но когда случится, тогда и будете думать, что делать. То есть, я хочу обратить ваше внимание на сам факт того, что у вас возникла такая мысль. Этого еще нет, а вы уже боитесь. Речь идет о тревожности. И, соответственно, как бы, ну, тревожность – это недоверие себе, это страх реагирования на определенные моменты, это угрозы, не умение обращаться с угрозами, вот. И, собственно, умение обращаться со стрессом, я полагаю, это очень. Плюс некоторое игнорирование себя, своих, ну, каких-то паттернов поведения, вот, которые были бы уместны именно в вашей системе ценностей в той или иной ситуации. Дальше. Если вы, как бы, действительно, почувствуете себя так, то, как бы, возможности для того, чтобы это снять довольно много. Вот, да-да-да, в общем-то, встреча с друзьями и т.д. и т.п. Я здесь особо проблем не вижу. Вот. Другое дело, если у вас нет никакого круга общения, кроме коллег, это вообще другая история. Ну, тем не менее. Вот. То есть тут вопрос не совсем, я бы сказал, ясен, честно говоря. Дальше. Вы пишете про то, что у меня с Мудем отношения не очень, я сбегал на работу, теперь, видимо, не балуется, ну, такое отношение с Мудем можно гармонизировать, если вы этого хотите, понимаете, как бы. То есть, ну, чего бегать-то. То есть, ну, ну, не поправить это. Вот. То есть, ну, проще поправить, чем избегать вы не находите. Кроме того, не кажется ли вам, что, ну, вы несколько больше достойны, чем жить человеком, от которого вы бегаете, по сути. Как бы, это такой момент. Вот. Здесь я бы с личной ответственностью вашей глобально поработал бы. Вот. Значит, так. Что ещё? Перечитал куча... Ну, совет не помогает, как правило, помогает непосредственно работать со специалистами. Дальше. Кто заработает удалённые и все свои хитрости. Да хитрость есть, это переключение. Элементарная история, просто переключаться на что-то другое. В зависимости от потребностей. У каждого же человека свои, как бы, потребности. Вот. А... К чему вы написали, что вы лев, не очень понятно. Если вы имеете ввиду, что это знаки зодиака, ну, психологу, как бы, знаки зодиака не интересны. Такая история. Вот. Надеяться можно, но здесь вы свою жизнь опускаете, как мне кажется, на авось. Что, опять же, не очень гуманно по отношению к вам. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Субтитры создавал DimaTorzok